Это что, постановление или протокол? Выслушайте меня. Выслушайте меня. На эмоции не надо выходить. У вас было право прекратить производство по делу. Вы мне теперь назло что-то пытаетесь делать? Я не назло, я защищаю всеми законами и способами своих участников по делу. Я в данной ситуации нахожусь своим исследователем. Это мой подчинён. Это ваш подчинён. Он должностное лицо, которое отсуществляет административную процедуру. Вы... Вы скажете, мои должности, инструкции. Есть не инструкция, есть федеральная закупка, которая превыше вашей конструкции. Прекрасно. А вы нарушаете порядок производства по делу. Я не нарушаю порядок. Я прошу, я прошу. В данном случае он фигура процессуально независимая. Вы КМК ответственность. Вы никто. Все здорово. Вы никто. У нас там вообще только прокурор указан из госорганов. У нас процесс открытый, открытый. Но вы не можете вставлять реплики, замечания и корректировать своего коллегу, несмотря на то, что вы выше, выше по званию. И это ваш непосредственный подчинённый. Подойдите, пожалуйста. Защитник заявлял вам заявление об отводе. Лица, участвующие в производстве по делу. Это лицо, привлекаемое к административной ответственности, то есть я. И мой защитник, в соответствии с 25.5, Денис Геннадьевич Каташвили. Он заявлял вам о отводе. Зайди сюда. Опять вы советуете, я не понимаю, почему это делаете-то, а? Я подожди, сейчас принесу там ваше заявление. Нет, нет. Заявлял непосредственно защитник. Заявлял защитник. Заявление об отводе. Пожалуйста, почему вы советуете? Мы сейчас вызовем сюда ответственность. Какое ходатайство? Об отводе, инспектор. Я заявлял ходатайство, я. Вы же еще сказали, подойдите, говорит, вам... Ко мне, ко мне. А вы-то не являетесь участником по делу. Я сказал ко мне, чтобы подошли. Вы не являетесь участником по делу. Хорошо. Не надо встревать в административную процедуру. Смотрите там, в результативной части, кто указан. Я заявил отвод, как защитник, составителю административного материала по недоверию. Вы что, не помните, кто вам заявил когда-то об отводе? Да хорошо, успокойтесь. Все хорошо. Так подойдите ко мне, к защитнику. Закрой окно, пусть подходит. Я оглашаю. Он уже потерялся. Ребята, я в недоумении, на самом деле, стоял здесь. Денис Игнаевич заявлял об отводе. Я должен снова лицо. Подходит ко мне, вызовет. Я сейчас по... И он еще говорит о том, что я сейчас покажу. Что и утверждает. Утверждает. Докажу, что это, мол, ты это сделал. Беда, беда. Все, разобрался, я надеюсь. 19.30, садовая 17, 23.09.20. Я остался с подъемом садовым Игоревичем. Значит, рассмотрел заявление Наташи Дениса Геннадьевича, от 03.05. Так установил. Садовая 17, вводитель Акимов, может получили приложение в 8 рекламе, поддевается с каждой стороны свет. Движимость транссвез, на котором установили передние и боковые стекла, сфера покупательства, которая составила 0,5%. Так. В ходе рассмотрения дела на стену правонарушения гражданин Тадашвили заявил отвод инспектору Диады КПИ. В соответствии с статьей 22.2 Семья, член регионального органа, должностное лицо, на рассмотрение которого первое дело на стену правонарушения, не могут рассмотреть данное дело в случае, если это лицо, первое, является родственником лица, в отношении которого ведется дело в производстве по делам на стену правонарушения потерпевшего, законопредставителя, физического и юридического лица защитника или представителя. Второе. Лично, прямо или просто заинтересованное решение дела в данном случае гражданин Тадашвили не является не родственником, в отношении которого ведется дело в правонарушениях, как и прежде, законопредставитель физического и юридического лица, защитника или представителя. Также отсутствует основное положение, что гражданин Тадашвили заинтересованное исходить дело на основании изложенного руководства статьи 29.2.29.3.21.12 Кодекса административных правонарушений определил удовлетворение с заявлением гражданин Тадашвили Дмитрий Семенович об открытии руководства и отказать. Главный список проживания будете указывать на регистрацию? Нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Возьмите. Вы внесли исправление суда. Вы внесли исправление суда. Перечеркнули имя, фамилию, мое имя. Я прошу по правилам статьи 12.29.12.1 Кодекса Российской Федерации об институте правонарушения вынести определение об исправлении описок и опечаток. Будьте любезны. Сейчас я зафиксирую. А потом подойдете и, соответственно, вручите. Именно определение описок и опечаток по 29.12.1 Кодекс Российской Федерации об институте правонарушения. А то, думаю, так, карандашиком здесь зачеркнул, ручкой и все. Так, еще раз. Определение об описках, вы обязаны это сделать. 29.12.1 КОАПРФ Ребят, Степан Игоревич, дайте, пожалуйста, Кодекс Российской Федерации об институте правонарушения. Вот я озвучу вам в прямом эфире. Держите. Специально. Инспектора, вы смотрите, да? Там, я знаю, коллега в эфире смотрит нас, да? Значит, открываем статью 29.12.1 Да вот они здесь, бежит уже. Да, 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 сейчас. Мы не торопимся, Степан Игоревич. Нет, 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 абсолютно. Статья 29.12.1 Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок. Значит, из данной нормы явствует, что судья, орган, должностное лицо, вынесшее постановление определения по делу об административном правонарушении по заявлению лиц, указанных в статье 25.1, 25.5, 25.11 наследующего Кодекса судебного приства, исполнительного органа, должностного лица, исполняющих постановление определения по делу об административном правонарушении или по своей инициативе в праве... Пока. Или по своей инициативе в праве исправить допущенные в постановлении определения описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения содержания постановления определения. Инспектора ГИБДД, в том числе Тябут, наверное, вы тоже в прямом эфире. Я ссылаюсь на норму закона, которая конкретно регламентирует вынесение определения. Не надо вводить в заблуждение граждан. Все, работаем дальше. Да, работаем дальше. Вот. Редакция 2000... Мая 2018 год. Она действующая. Определение... Саду 18, 19, 40, 23, 03, 20. Я старший ДПС Тябут Павел Юрьевич. Рассмотрел заявление Толщиния Немина Геннадьевича. Установил 23, 03, 20, 15, 50. Саду 18. Был установлен гражданин Анисунов, который управлял транспортным средством, на котором установлены передние боковые стекла, саду пропускались, которые соответствуют требованиям пункта 4.3 техрегламента. Саду пропускались 0,5%. Значит, при осмотрении... Гражданин Таашвили заявил отвод инспектору Тябут ПИ. В соответствии с статьей 29.2 Кодекса административного правонарушения, правонарушения судья, член коллегиального органа, должное лицо, на рассмотрение которого первое дело об инспекторе правонарушения, не могут рассматривать данное дело в случае, если это лицо является родственником лица, в отношении которого идет с делом об инспекторе правонарушения, потерпевший законопредставитель физического и юрического лица, защитника или представителя. Лично прямо или после наинтересованного решения дела в данном случае должное свое лицо, не является родственником, в отношении которого... лица, в отношении которого идет с делом об инспекторе правонарушения, потерпевший законопредставитель физического и юрического лица, защитника или представителя. Также отсутствует основание полагать, что должное свое лицо заинтересовано в услуге дела. На основании изложенного ураголоса 29.2, 29.3, 29.12 Кодекса административного правонарушения определил удовлетворение в Таашвилии об отводе старшего суток ДПС отказать. Подождите, вы переписали... Это не административный протокол, не административное постановление, поэтому какое может быть определение на изменение определения? Вот, я его выписал и, пожалуйста, записывайся. Вы обязаны вложить в дело то определение. Вы нарушаете порядок по делу. Я не обязан. Вот, я его составил, вам предоставляю. Будьте любезны, ознакомьтесь. 29.12.1, о чем гласит? О чем гласит оно? Это что, постановление или протокол? Выслушайте, на эмоции не надо выходить. У вас было право прекратить производство по делу. Я вам заевыкодаться. Вы мне теперь на зло что-то пытаетесь делать? Я не на зло, я защищаю всеми законными способами своего доверителя. Подойдите сюда, пожалуйста. Вот, конкретно норма. Норма 29.12.1. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок. Из части 1 данной статьи явствует, что судья, орган, должностное лицо, вынесший постановление, определение по делу об дустремленном правонарушении по заявлению лиц, указанной статье 25.1-25.5-25.11 настоящего кодекса судебного пристава, исполнительного органа, должностного лица, исполняющего постановление, определение по делу об административном правонарушении или по своей инициативе вправе исправить допущенную в постановлении определение описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения содержания постановления определения. Вы понимаете, что вы говорите, вправе исправить без изменения. Я изменил. Так через определение делается. Да я составил новое, я не уносил изменения. А мне надо вот это. Так я сфотографировал, было другое определение. И что с того? Что с того, что это изменилось? Это нарушает порядок производства. Какое? Вы подметные будете документы вкладывать, все должно быть в деле. Какие подметные? Составлено здесь, это при вас. То, где внесены изменения в отношении моего доверителя. А здесь не внесены изменения. Более того, какую фамилию вы озвучили здесь? Где? В определенном. Вы слышали себя? Вы озвучили другую фамилию лица, привыкаем к ответственности. Анисимов. Некий Анисимов. Кто это такой? Я прошу не нарушать порядок производства по делу и вынести определение об исправлении описок, опечаток. И вложить все в дело. И теперь вот это в дело вложить. Я составляю для себя определение вот этого. Не для себя, это для дела. Это порядок такой. И вам предоставляю в готовом виде. Это порядок такой. Мы не в бане, не в кафе, не в ресторане. Есть порядок процедуры административной. Вот видите, ребят, опять нарушение порядка производства по делу. И спорят еще со мной. И не изгибает. Я думаю, он все ударит. Я тоже. Поначалу первый час. Чезарная улыбка. Ты понимаешь, сейчас уже кущему. Конечно, я с основания опасаться за свою жизнь. Честно сказать, ну вот, вот нет. Я тебе серьезно скажу. Я, если честно, он очень негативит. Очень негативно, да. Жвачку же живет. Вот так вот, ребят, тоже видите, приходится подвергаться тоже сторонам должностных лиц негативному такому некоторому оттенку. Поскольку имеются все основания действительно сейчас опасаться за свою безопасность. Значит, что самое интересное, что самое интересное... Сейчас, извините, я звонок сделал. Звонок другу. Алло. Смотрите, в эфире сразу и себя слышу, человеку звонящему. Алло. Да, да. Да, привет. Что-то срочное? Не, я на Садово, я работаю тут, клиента защищаю. Что-то срочное? А, все, добро, обсудим тогда. Коммерческие предложения только за. Ага. Смотри, алло, алло, и там в эфире между собой люди разговорят. А как так? Потому что так-то не борзеть и слушать. Ну, не до такой степени, да? Сразу же звони, да? Ой, ребят. Значит, вы видите, сотрудник вот и нарушает порядок. Здесь вкладываю, здесь вынимаю. Кручу-верчу, запутать хочу. И так вот, что делается? Это фальсификация материалов по делу. Все должно быть в деле. Всякие описки, опечатки, они исправляются через определение. Все по-другому нельзя. Нельзя по-другому. Более того, нарушает порядок. Он даже не понимает, что у другого лица указывают. Некого Анисимова. Анисимов, если вас этот данный инспектор оформлял, обратитесь к нам. Вам безвозмездно составят жалобы на постановление. Если данное должностное лицо вас привлекало к ответственности. Наши юристы, адвокаты составят соответствующее вам обращение жалоб. Опять конфликт, опять ответственно надо вызывать. Ну почему вот мы должны, да, как граждане, источник власти в Российской Федерации, страдать от них? Я им наоборот показываю, где, что, чего, как. Они в этом виде другую вообще подоплеку. Ну, негатив, что-то вообще. Негатив, о ком уже здесь 4,5 часа. Так, ребят, вниз, Геннадий. Да, да, Степаны Дима, неправильно. Не 4,5 часа, не 3,5 часа. У меня линия подготовлена, линия защиты подготовлена довольно-таки на сегодняшний день тщательная. Поскольку я считаю, что напрямую затрагиваются мои права и интересы. Да не то, что считаю, так вот так и так затрагиваются права и интересы. Разумеется. Да. Спасибо вам всем большое, Денис Геннадьевич, что ты сразу же подъехал. Чтобы не подумать, а кто там сейчас опять нас смотрит, а вот они вместе катаются. Нет, а гнюсь Денис Геннадьевич занимается своими делами. Определение, внесение изменений в определении. Саду 18,19,50. Я старший спектр ДПС, я буду правил выигрыш. Установил 23,03,20,15,50. Водитель Акимов, управил просветку, форт Фокус. Ольга, 5,62, Елена Владима, 47. На котором установлен передний боковой стекла, светопропускание с которым присоответствует требованиям 0,4,3, положение 8, декабель, гламент, а до 12 коротых раз вслед. Установил на основании 29,12 коллекса административного права улучшения, выносить определение, а внесение изменений в определение. А что исправили? А конкретно что мы исправили? Что на что? Заявители. Заявители и все? А предыдущее определение? Подметный материал получается? Что? Предыдущее определение. Вы же выносили определение. Вы в дело его вложите? Конечно. Я так понимаю, что предыдущее определение, там в результате, на части изменения. Фамилию, заявителя. Нет, вот оно. Вот то, что у вас фокусировали, вот оно. Вот это определение. А вот, вот, да. Вот поэтому определение вынесено. Да. А по предыдущему? По предыдущему какое решение приняли? Предыдущее это какое? Ну, некий Анисимов. Нет, нет, нет. Предыдущее, где вы носили первый раз. На... На... Анисимов. Да, Анисимов. И плюс еще и в результивной части. Ознакомься с определением, там, первоначальный. Дизайн, как в измене. Ознакомься. Можно ознакомиться? В результивной части были исправления, да? Так вот их и внесли. Нет. Вот, пожалуйста. Да, вот. Вот он правил. Так вот здесь. А он-то на Анисимов, а инспектор-то на Анисимов. А это другое определение. Всё правильно здесь написано. Здесь не Анисимов у нас, да? Нет, не Анисимов. Да. Нет, Денис Геннадьевич, а вот смотрите, давайте конструктивно разбираться, вот по этому исправлению есть определение? Да, вот оно, вот оно. А здесь-то на Анисимова, здесь-то, да, поймите... Обратите внимание, да, вот мне подсказывает мой доверитель, что относительно этого исправления у вас ничего не отражено в определении о внесении изменений в описке, у вас нет ничего здесь. Здесь получается, это определение, определение на определение об отказе и об отводе, вот так это рассуждать. Да, это очень сложно, но тем не менее. Это не очень сложно, просто вы лишнее тут накручиваете. Не накручиваем лишнего. Это законность. По закону вот оно вынесено. Вы поймите правильно, вы сначала исправили, что не Акимов, а Таташвили, вы об этом даже не вынесли определение. Об этом надо. Об этом нужно вынести определение. Вы сейчас вынесли определение о том, что это не Анисимов, а Акимов. Да, про Анисимов здесь вообще ничего нет. Какие Анисимов, про что вы говорите? Да как это про что-то? В деле оно должно быть теперь, его нельзя взять вот так вот и в сторонку отодвинуть. О чем вы говорите, о каком Анисимов? Огласите, пожалуйста, определение о внесении описок, опечаток, исправления. Огласите его. Вот вы написали сами. Указано, что заявитель Таташвили или что? Податель, да. Податель заявления. Хадат заявление об отворе. Значит, смотрите. Все, все, сейчас исправится. Да, сложно, однако. Хотя все в кодексе ее описано. Да, не в кодексе, это внимательность. Даже с нам, у лица. У вас будет податься? Да, не знаю, что у меня имеется ходатайство. Подойдите, пожалуйста, к Степану Игоревичу, у него к вам ходатайство. Вы опять начинаете там, инспектор. А почему посторонние вмешиваются? Почему опять вмешиваются? Да он не вмешивает, он слизма и безопасность. Компания полиции забротит. Да, да. Будьте добры ваше отворе удостоверения. Сейчас принесу вас уже. Спасибо. Что вы хотели сейчас сделать? Я хочу заявить ходатайство. Конкретно. Нет, как составительный материал. Так вам-то вам назовем. Ходатайство инспектора, составительные материалы. Смотрите, материалы, до этого я ему заявлял ходатайство, он спокойненько стоял сбоку. Вопросов не было. И тем более, тем более, инспектор ДПС, инспектор ДПС находится в светоотражающем жилете. Все требования безопасности соблюдены. Ну, ближе делайся. Сейчас темное время суток, но проезжайте, кстати, опасно. Давайте я вас слушаю. Понимаю вас. Ходатайство ваше. Ходатайство. Ходатайство. Инспектору ДПС. Тябут Павлу Игоревичу. У Акимова Степана Игоревича. Ходатайство. Обыстребование дополнительных доказательств. В вашем производстве находится дело об административном правомовышении в отношении гражданина Акимова Степана Игоревича по статье 12.5, часть 3, прям 1, Кодекс Российской Федерации об административном правомовышении. В целях всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств дела, разрешения его в соответствии с законом, считаю целесообразным, прилечь в качестве специалиста, работника ГКУ, организации дорожного движения, обладающего познаниями, необходимым для оказания содействия в исследовании доказательств на предмет соответствия данных в схеме рапорта сотрудника ИБД, данным паспорта автомобильной дороги. Мнение специалиста объективно необходимо для установления всех обстоятельств дела, в том числе установления наличия на вышеуказанной автодороге опасных участков наличия средств организации движения, дорожных знаков и разметки. В целях всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств дела, разрешения его в соответствии с законом, считаю целесообразным, истребовать из ГКУ, организации дорожного движения, паспорт автомобильной дороги, СПБ САДО-18, а в случае его отсутствия иной документ, которым регламентировано размещение на вышеуказанной автодороге дорожных знаков и разметки 23 марта 2020 года СИ Акима. Время 20.02. Дизельнич, будьте добры, в ручку, пожалуйста. 20.02. Поигрыш, будьте добры. Поддерживаю. Посмотрите, пожалуйста, ходатайство вынесите, если вы отказываете, вынесите определение в соответствии со статьей 29.12 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. У меня все. Вам надо, Степан Ильич, документы должностного лица, который обращался? Да, конечно, надо. Я буду обращение готовить. Будьте добры, документы предъявите, пожалуйста. Я вам паспорт показывать не буду, на камеру. Камеру убирайте сразу. А зачем вам паспорт? Что еще раз? Почему вы повышаете голос? Не, я просто не слышал вас. Я говорю, что еще раз? Я говорю, паспорт не буду вам на камеру. У вас паспорт, что ли? Да, у меня с паспортом. Давайте, я почитаю так. У меня есть. Командир взвода, капитал полиции Забродин. Да, Забродин. Служебное удостоверение. Ну что, что? Служебное удостоверение должно быть. Денис. Сергей Александрович, почему вы вмешиваетесь в процесс? Сергей Алексеевич. Алексей. Слушаю вас. Почему вы вмешиваетесь в процесс составления административного материала? Я подсказываю. Ну а как вот вы можете подсказать? В темное время суток, нахожусь в право участие, нужно безопасно для этого месте. Кодексом предусмотрено. Что еще раз? Кодексом разве предусмотрено подсказки даже с нового лица вышестоящего? Я вас плохо слышу. Не знаю, сейчас объясните, пожалуйста, что это. Я плохо слышу. Кодексом Российской Федерации обыкновенных правонарушений не предусмотрено, чтобы посторонние лица вмешивались в административный процесс. Я вы же не участник по делу. Я здесь также подсказываю, как вы друг другу подсказываете. Хорошо? Нет, я-то защитник, это для чего-то. Понятно, чтобы с той стороны не стоял для безопасности. Ни больше, ни меньше. Потому что с этой стороны человек отвечаю я. Поймите правильно, в силу закона я воспользовался 25.1, заявил ходатайство по АПРФ о допуске защитника. Денис Геннадьевич, в соответствии со статьями 22, подождите, вы не перебивайте, вы меня-то 25.5, заявляет ходатайство, помогает оказывать квалифицированную юридическую помощь мне, как своему подзащитному. Все прекрасно, я тоже квалифицированный юрист с высшим юридическим образованием. Кто, я-то? Я, я. А, ну вот, видите. Я на самом деле к вам не обращался, я ему сказал, чтобы он не подходил с той стороны, потому что это опасно для его жизни и здоровья, для безопасности, уважаемые. Вопросы есть? Денис Геннадьевич, я к вам не обращался, я вам потом уже представился, потому что я подошел, у меня спросили. У меня много вопросов, на самом деле. Хорошо, прекрасно. Вот так вот, друзья, пытаются давить всячески, повышать голос. Я считаю, что все-таки статус, высокий статус сотрудника полиции ни в коем случае не позволяет повышать голос на граждан Российской Федерации. А мы, граждане Российской Федерации, являемся источником власти. Правильно, Денис Геннадьевич? Да. Я искренне извиняюсь. Вопрос. А при чем здесь паспорт автомобиля на дорогу? Это заявил ходатайство непосредственно мой доведитель. Водитель, а при чем здесь паспорт автомобильных дорог? А, паспорт автомобильных дорог? Да. При том, при всем, что у вас указано в пабле административного правонарушения дорога. А вообще, если даже так глубоко мыслить, почему вы стреляете в процесс административного правонарушения? Да нет, я просто задал вопрос, мне просто интересно. Для общего развития интересно. Я не буду вам отвечать на ваш вопрос. Поскольку я считаю, что вы не являетесь стороной по делу административного правонарушения. Да? Да. Вы поймите правильно, все должно быть законно. Ну так нет, законно это никто не спорит. Все стараются делать все законно. Я уже все сказал по этому поводу. Можно, я не знаю, там, поваров с кондитерской привлечь, что я узнать. Защита, а также лицо, привлекаемое к областям ответственности, вправе заявлять ходатайство. Куда он шел-то? Да все, он хочет общаться. Денис Ганевич, что вы скажете по этому поводу? Это нарушение опять процедуры административной. Порядок по делу нарушен. Грубым образом, уже посторонние лица получают ходатайство, документы и так далее. Это недопустимо. Сотрудник вообще не контролирует процесс административный, а именно составитель административного материала. Определение, решение об отказе в удовлетворении ходатайства, об исследовании дополнительных доказательств. 23.03.20, Садово 17, 20.10. Я старший ДПС, я буду Павел Игоревич, установил, что 23.03.20, а под 15.50 водитель Акимов, управил Форд Фокус, Ольга 5.62, Ирена Владимировна 47, на котором установлен передние боковые стекла СДПФ, в которых не соответствует имуникум 4.3, положение 8, техрегламент обезопасности ходатайства, 12.05%, представление административного протокола, 78, Анна Владимировна 130, 649. Водитель Акимов заявил в ходатайство об исследовании дополнительных доказательств при рассмотрении дела и на основании изложенного руководства, то есть, статья 26.2.261, Константин, статья на правонарушениях, определил. Отказатель жанину Акимову ходатайства в связи с тем, что данное ходатайство не относится к данному аксортивному правонарушению. Данное ходатайство не относится к данному аксортивному правонарушению. Ходатайство или вылитворение ходатайства в ходатайстве? Сейчас, позвольте, я вас тогда зафиксирую. У вас есть еще ходатайство? Да, у меня есть ходатайство. Уберите его, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста. У меня еще ходатайство на ваше имя. Оно кратенькое. Об истребовании доказательств по делу об обыдательном правонарушении. Вами в отношении Акимова и Степана Игоревича составлен протокол об обыдательном правонарушении по части 3.11.12.5 Кодекса Российской Федерации об обыдательном правонарушении, из которого следует, что водитель управлял транспортным средством, на котором стекла имеют тонировочное покрытие. Значит, извините, пожалуйста. Что происходит? Тонировочное покрытие. Замер производился прибором. Вы не могли бы огласить, какой прибор? Свет? Папа, подайте мне красную. Там два прибора было. Два прибора снизу, я не хочу. Да, сейчас мы. Возьмите, возьмите. Пробожайте, как вы любите, как вы любите? А? Прошло. Да. А вот, мол, не ровно снизу, так я запишу базор. Ну, все, базор записан. Да, свет, свет. А второй прибор и какой? Там два прибора. Да, Свет. Да. Работаем по материалу, неудобно говорить. От инспекторов, привет тебе. Так, значит, далее. Извините, пожалуйста, потому что отвлекся. Вот. Согласно положению части 1, статьи 25.1, Кодекса Российской Федерации области правонарушения, лицо, в отношении которой ведется производство по делу области правонарушения, вправе представлять доказательства по делу. В силу же статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации области правонарушения, задачами производства по делу области правонарушения является всестороннее, полное, объективное, своевременное выяснение, обставив каждого дела разрешения в соответствии с законом, исполнение, вынесение постановления, а также выявление причин и условий, способствующих совершению области правонарушения. На основании изложенного выше, руководствуюсь положением статьи 25.1, 25.5, 25.26.2, 26.9, 26.10 Кодекса Российской Федерации области правонарушения, прошу предоставить мне для ознакомления техническую документацию на прибор свет номер 70.411.848. Поверка, так как у вас в протоколе не указана, я не указал, какая поверка до какого, а именно паспорт, первое прибора, второе сертификация ответствия, третье регистрационное удостоверение с приложением, четвертое, сертификат об утверждении типа измерения, пять, свидетельство о присвоении знака качества технического оборудования с приложением, шесть, свидетельство о поверке, семь, руководство по эксплуатации прибора. Время 20.37, 23 марта 2020 год, защитник Паташвили Денис Геннадьевич. Ну тогда частично удовлетворите через определение. Удовлетворяю, вторая гражданами 12, все документы, пожалуйста. Я вам сейчас заявил ходатайство. Так, можно ознакомиться? Да, вот поверка. Можно ознакомиться? Вам все, чтобы ее показать? Соответственно, с нашими приказами у нас находится это все на базе. Какие приказы? То вам здесь не учатся? Есть закон. Да вы обязаны ознакомить с документами, затрагивающими права и интересы. Вам заявили ходатайство, а если вы не удовлетворяете, откажите. Это грубое нарушение порядка производства по делу, поскольку заявлено ходатайство, оно туда подлежит удовлетворению частично. Должностное лицо опять вмешивается в процедуру административную, это недопустимо. Сейчас я непосредственно составителю административного материала об этом сообщу. Хотя ранее я уже неоднократно говорил. Вот, это нарушение, это неуважение к участникам процесса по делу. Явное пренебрежение к своим прямым обязанностям и непрофессионализм в действии составителя административного материала. Это что? Это что такое? То, что вы хотите. Так, свидетельства. У меня там целых 7 пунктов. Все остальное, 2-я Краснодара, либо по запросу, чего вы производили. Укажите там определение, что вы удовлетворили частично. Вы будете смотреть, нет? Да, я ознакомлюсь. Я буду каждый лист фотографироваться с собой. Да, я ознакомлюсь. Но вы же не являетесь участником по делу. Почему я не являюсь участником по делу? Я говорю, я не понимаю. Глава 25 говорит, что прокурор является из госслужа. Вы являетесь участником по делу? Я в данной ситуации нахожусь со своим инспектором. Это мой подчиненный. Это ваш подчиненный. Он должностное лицо, которое отсуществляет административную процедуру. Вы считаете мои должностные инструкции? Есть не инструкция, есть федеральная закона, которая превыше вашей конструкции. Я прошу, в данном случае фигура процессуально независимая. Вы вторгаетесь в административную процедуру. Я не вторгаюсь. Вы мешаете. Есть у нас две группы граждан, правильно? В данном случае есть лицо, составляет административный материал. Защитник, лицо привлекаемое к ответственности. Вы никто. Соответственно, с главой 25 у нас там вообще только прокурор указан из госорганов. У нас процесс открытый. Но вы не можете вставлять реплики, замечания и корректировать своего коллегу. Несмотря на то, что вы выше по званию. И это ваш непосредственный подчиненный. Все правильно. Только я ему подсказываю. Давайте по закону. Собственно, спокойно. По закону надо осуществлять эту конструкцию. Все по закону, вы не переживайте. А то по вашей логике получается, Сережа, я перезвоню. Человека задерживаешь. И только тот человек, который его задерживает, например. Я, например, говорю. Может с ним какой-то сам. Неуместность. Она неуместность. Здесь налоги. Тут много еще неуместны. Вот эти бумаги. Дорожные специальные. Прекратите производство по делу и все будет уместно. По закону. Нет. Вот видите. Сразу нет. Вынесите определение о частичном удовлетворении ходаташков. Вы мне документ отдать обратно. Я сейчас знакомлюсь. Я не спорчу его. Не переживай. Я вам все верну. Давайте почитаем. Мы как бы никогда не торопимся. У нас времени очень много. Это грубейшее нарушение процедуры административной должностным лицом непосредственно. Но я понимаю, в силу своих должностных обязанностей, он по статусу, по званию ниже, он не может отдернуть своего руководителя. Хотя имеет право на это полное. Чтобы он не вмешивался. Я думаю, руководитель Корой все-таки даст этому оценку. Свидетельство о поверке, где нет свидетельства о поверке. Это копия. 7 пунктов было. Это копия. Не знаю, что-то не свидетельство. Это копия. Ты просил копию? Нет. Я отразил в просительной части. Не хотят они слушать, вникать. Просто усугубляет командир все положение и своему подчиненному. Возьмите, пожалуйста, и вынесте тогда определение о частичном удовлетворении. Поскольку из 7 пунктов удовлетворено только одно. Значит, ходатайство удовлетворено честичную. Будьте любезны.